Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика моделирование, в которой я рассказываю, как просто создать из простой базовой конструкции выкройки необычные формы. И сегодня мы научимся моделировать вот такую кофточку. Вы можете сделать из нее платье. Нас интересует область горловины. Как создать такую сборку, складку по горловине. Начнем с нагрудной выточки. Она нужна для того, чтобы одежда в области груди сидела хорошо и никаких пузырей и волн не образовывалось. На картинке нагрудной выточки в таком положении мы не видим. Однако исключить ее и просто проигнорировать мы тоже не можем, поскольку в таком случае мы получим дефекты посадки в области груди. Поскольку у нас есть сборки и складки в области горловины, то мы можем эту выточку перевести именно к горловине. Аналогично мы можем перевести ее в любую сторону. Как это делается? Вам необходим кончик выточки. Это очень важно. Кончик соединяем с желаемой точкой. К примеру, вот здесь. Проводим прямую линию, соединяющую две точки. Далее разрежем по этой линии, не доходя на 1-2 миллиметра до конца выточки. Таким образом, нагрудная выточка располагалась здесь. Теперь мы раскрываем детали по намеченной линии и закрываем нагрудную выточку. Вместо этого она открывается в области горловины. Это допустимо. Аналогично вы можете перевести нагрудную выточку в любую точку базовой конструкции. В любую точку полочки. И в пройму. И в другую часть горловины. И к плечу. И к линии середины. И наоборот вывести к талевой выточке. И в любое место бокового среза. Самое главное, перевод выточек осуществляют через кончик выточки. Через ее острый кончик. Таким образом, у нас сейчас в области горловины появилась лишняя свобода. И это лишнее мы заложим в сборку, либо в складку. И у нас получится примерно что-то похожее на картинке. Но на картинке этой свободы лишней, которая сформирована в складке и сборке, намного больше. Для того, чтобы добиться такого же эффекта, нам необходимо будет провести еще несколько таких линий. Но поскольку больше нагрудных выточек у нас нет, мы будем использовать простое раскрытие деталей. Для этого проведем снова от уровня горловины, примерно на такой же отрезок, еще одну линию. Можно сказать, она перпендикулярна вот этому месту по горловине. И теперь снова проведем еще одну линию, примерно на таком же интервале от предыдущей. И также перпендикулярно именно к этой точке по горловине. И еще разок. То есть мы делим желаемый срез, по которому мы хотим сформировать сборку, либо складки, на одинаковые отрезки. Для того, чтобы линия была равномерной и раскрытие тоже было однородным. И теперь разрежем все линии, не доходя на 1-2 мм до правого края. Посмотрим, как бы это примерно выглядело на ткани. Середину полочки мы приложим к сгибу ткани. Затем нагрудную выточку мы закрыли и перевели ее к горловине. И теперь все оставшиеся части мы раскрываем примерно на такой же угол. Можно и чуть меньше. Вот таким образом. При желании вы можете талевую выточку оставить. Как видите на картинках, область на уровне талии не прилегающая, а свободная. Для того, чтобы добавить еще больше свободы, вы можете не делать углубления по боковому срезу, а просто, к примеру, опустить перпендикуляры вниз. Проигнорировать талевые выточки. И дальше обводим линию проймы, плечевой срез. Плавно соединяем все отрезки вместе. И наша деталь в полочке готова. Получившийся срез горловины вы можете либо собрать на сборку, но сборка в готовом виде должна соответствовать длине горловины, которая была первоначально. Если вы решили формировать складки, то, к примеру, каждый из этих интервалов можно заложить в отдельную складку. Здесь, к примеру, получится 4 складки по половинке. И если приложить еще вторую сторону полочки, 8 складок по всей горловине. Сфинку можно оставить, как прежде, прямой с обычной горловины. При желании вы можете аналогично сформировать по ней сборки либо складки. На этом все. Если у вас есть какие-то интересные идеи, образы и модели одежды, то можете присылать мне их на почту happynesssobachka.gmail.com И мы разберем их в будущих выпусках. Спасибо, что были со мной. Я желаю вам хорошего, успешного дня. До встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok